салют всем друзья с вами серёга вы на канале про пайку и новый выпуск прошлый выпуск как-то слабоватенько посмотрели всего 400 с чем-то просмотров но сделаем новый выпуск который посвящен будет кавказской кухне у нас есть заведение в городе культура спилс и там делают всякие там грузинские всякие разные такое такую всякую разную еду и мы сегодня закажем заказывать мы будем как всегда через болт но оказывается есть в городе еще люди которые занимаются доставкой еды и не только еды еще и алкоголя так что если вам будет скучно и нехватка чего-либо то вы можете обратиться в ход drinks и там вам привезут алкоголь или что-то поесть обязательно заходите ссылка будет где-нибудь там в комментариях и это даже не реклама никто за это не не платил просто почему не поддержать людей которые двигаются в своем городе и так заказали мы салат юбилейный это ветчина грибы 780 цена жалко нету ни рисунков ни фоток ничего такого да потом заказал еще лобио часто об этом слышал но никогда не пробовал 780 цена а канджапур это по моему суп 550 цена хачапури с яйцом вот и так понимаю по аджарски да если не ошибаюсь мне нравился как-то в риге пробовал то лодочка там вообще вкусно получилось очень даже шикарно естественно если мы лезем в грузию то почему не но обязательно надо попробовать хинкали и часто слышал о таком чо хох били курица с гарниром там 1250 хинкали за 9 9 10 и того ну как-то конечно доставка еще и еврик на полтос считая заказал они еще и доставку евре бегут но берут но такое 10 50 20 центов выходит общая сумма цены я скажу вам это посмотрел такие не кислые вообще они сберут цены просто лютые такие довольно таки есть там с мясом не с мясом по 15 евро по 12 евро что такое но космическое но будем смотреть если что если вам интересно такая грузинская кухня и вообще кавказ то напишите в комментариях обязательно сделаем еще там подборку на перчистан на горячее на основные блюда там много что и заказать обязательно закажем приколимся друзья я заказал ждем ждать нам получается но 45 минут ну вот я буду ждать а вы друзья обязательно подпишитесь на канал огромная просьба потому что просмотров гораздо больше чем подписанных людей скорее всего есть люди которые когда я распространяю распространяю видео через тот же фейсбук например люди не зарегистрированы на ютубе такое бывает но если ты зарегистрирован на ютубе брат подпишись или сестры я говорю подпишись по братски я очень буду рад подписке комментарию и если поможете распространить эти видео будет вообще шикарно так что ждем и будем пробовать скоро уже грузинскую еду ну что вот заказ наши прибыл давайте разбираться так наверное будем рвать все в кульках там поплыло поплыло сразу наборы всякие конфеточки соус какой-то много конфетчиков конфетчик ну и к этому как бы три комплекта ложка вилка нож там салфеточка 1 и ложка ну как бы когда ты заказываешь столько еды я думаю должно быть все этого побольше всего должно быть конечно же доброго суп первую очередь да и суп у нас уже назывался оканжапур ну супец короче вот с такими вот на так с пельменями суп с пельмехами ну давайте попробуем пельменный суп давай сначала попробуем бульончиком да бульончик такой приятненький такой вкусный специи всякие разные вкусный такой ну и пельмени ну как по мне вкусно очень даже вкусно прикольные примени ну нормальные супцу этому балла 4 можно смело ставить поставил бы четверочку крепкую так салат у нас был я так помню юбилейный очень жалко что у них в приложении нету фотографии никаких как еда выглядит примерно чтобы хотя бы понимать что да как это что там ожидать оттуда вот салат юбилейный написано было грибы ветчина но тут сухарики какие-то да сухарики тут грибочки ветчина огуречки паприка паприка такое нарубленное такое всяко-разное да но должно быть салат как салат муки ветчина ветчина такое даже оценку там ставить что-то не знаю лобио да давайте по лобио лобио это там что-то фасоль было там тушеное там со всеми делами но опять же без фотки вот так это все выглядит фасоль тут тушеное с овощами соусе такой вот такой типичная кавказское блюдо да они так любят с этими вот так все это делать стиле подливочки давай попробуем как на мой взгляд это вкусно но если попробовать один раз да типа попробовал да вкусно но второй раз я к себе не заказал потому что ну я все здесь понял для себя ну типа кто любит это вообще без проблем очень даже на мой взгляд прикольный вкусно но типа один раз есть для меня лично я люблю фасоль но нет не так чтобы есть постоянно так иногда прикололся с фасолька почему нет да это вкусненько тоже балла 4 этому лобио поставлю смело ну потому что для меня нету вау да опять же 5 это когда типа пушка прям замечательно 4 это реально очень даже вкусно круто вот она наша по-аджарски да этот хачапури с яйцом но его называют по-аджарски да я так понимаю но визуально это выглядит как-то вот так да такое но типа видно как будто домашняя работа да я ел как-то в риге мы приезжали и заказывали тоже ходили в хинкальную там сидела и там делали такую лодочку прям как на картинке красивая вообще сказочная и тесто было просто нежнейшее внутри был сыр здесь все это вот засохшая должно было как бы тянуться на по факту не знаю этот нажимаешь на все растек ну короче это совсем не так ну это вкусно и тесто вкусно и тесто вкусно но это не то там где я ел например там было там прям все это пышно все было прям так ну сказка здесь вкусно но но совсем не то с кисляцой такой в конце но это моя поставлю 3 только потому что такое я знаю это совсем разные вещи день и ночь и мега хинкали да мега это просто монстры мы это мега хинкали ну чтобы понимали вот вилка обычный стандарт и вот эти хинкали огромнейшие они настолько огромные что они ну вот и даже порванные дорвутся сами то есть здесь верхушка она прям резиновая и толстая они стоники тесто вообще ни о чем не а тесто вообще не а не дам уж в этом было сока мало но в нем сока мало давай вот это вот целое вроде ну здесь побольше сока так в целом вроде бы по мясу все равно что-то как-то не знаю по нашу как-то простого да она вот на мясо это да сама котлета и вот это вот вся резиновая штука но пипки эти ладно не отрезаются тут сама само это тесто оно тоже такое она как будто недоваренная такое ощущение как будто она чуть-чуть недавно недоваренная знаешь но типа они она как будто реально недоваренная слегка но опять же язычок мне кажется потому что верхушка вот вот половина вот этого вот здесь где идет заворот он очень толстый получается и он просто недоваривается понятно что вот это вот чашка в принципе не едят ее выкидывают ну убирают здесь тогда слишком тонко он нарвется типа вот я взял кинкал вот он вообще вырванный он просто уже оторванный вот возьму кинкал этот целый да вот я беру вот нарвется она тоненькая а горячий подвод вот так причем что эта проблема у них всегда я когда-то тоже там заказывал хинкали попробовал и снял видос даже специально на на фейсбук просто так сделал видос и выложил это и они написали отзыв спасибо да там туда-сюда ну и последнее чахах били это с курицей с гарниром картошка да запченые или что потому что на фли не похоже кусочки курицы да ну курица есть как бы да а вот такие большие кусочки курицы вот так вот это выглядит вот и куриные кусочки вот они красиво хинкали я могу поставить ну ну по-моему это двойка на самом деле ну потому что там столько всякого всего недоработанного что даже на 3 по моему это не тянет что за это блюдо я поставлю тоже 3 балла потому что ну тут обычная еда ну просто такое ну такое вот блюдо на 3 да перцы баклажаны курицы это вкусно это можно есть 3 балла это средняя ну средняя оценка по моему это нормально поэтому как то так итак друзья на мой взгляд поесть здесь вкусно можно вкусно и довольно таки неплохо можно покушать типа без проблем но что то вау пока нет может быть там есть в меню дальше другое что может сказать сделать вау да но чисто просто поесть вкусно можно без проблем 100 процентов это не какое-то плохое заведение где нельзя и нечего поесть здесь вполне все съедобно вкусно как по-домашнему хорошо есть на чем работать например над хинкалем точно надо поработать это 100 процентов но цены на мой взгляд здесь ну заоблачные что то здесь с ценами не хиленький такой переборчик я считаю что цены там можно и понизить за 100 процентов а то там блюда такие по 12 по 15 евро но я не думаю что они вытягивают на эту сумму если честно а комментарии под прошлым видео которые были вот пожалуйста тоже которые прикололи комментарии если хочешь в следующем видосе были твои комментарии пиши их обязательно и мы их выложим если вам интересна такая еда по поводу грузии напишите в комментариях сделаем еще обзор возьмем еще какие-то блюда оттуда там выбор просто лютый про десерт я забыл просто что-то из головы вылетело и да и строение буду на самом деле так что друзья обязательно подписывайтесь на канал а то просмотров гораздо больше чем подписок это очень нужно для канала с вами был Серега и канал про пайку всем пока